Всем привет! С вами Юлия Кудрявцева с итогами недели на Луки.ру! И сегодня в выпуске. Депутаты Великолугской Думы избрали главой города Николая Козловского. Почти тысяча учителей и профессоров России и стран ближнего зарубежья приняли участие в педагогическом марафоне. Николай Шмоткин рассказал о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период ледохода. 15 марта прошло первое заседание Великолугской городской думы пятого созыва. Главной темой сессии были выборы аппарата думы, главы города и его заместителей. Единственным кандидатом на должность главы Великих Луг стал Николай Козловский. В своей речи Николай Николаевич обозначил основные задачи, которые предстоит решить руководству города в течение ближайших лет. Особой стабильного функционирования городского хозяйства является экономика города. Полномочия, возможности влияния городским самоуправлением данной отрасли невелики. Поэтому основные усилия необходимо направить на улучшение инвестиционного климата и привлечение инвесторов путем обустройства инженерной инфраструктуры в районах инвестиционных площадок. В пределах имеющихся возможностей, включая в ней нормотворческие инициативы, необходимо оказывать поддержку местному производителю. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо продолжить реализацию муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Великой Луге на 2012-2014 годы, в рамках которой предпринимателям будет представляться имущественная, инвестиционная, аспектационная поддержка. Согласно уставу Великих Луг, голосование за кандидата на пост главы города происходило тайно. 24 депутата из 30 отдали свои голоса Николаю Козловскому, после чего он принес присягу. В ходе первой думской сессии были избраны заместители главы города. Депутаты подтвердили статус Сергея Гусева, который и в прошлом созыве был первым заместителем. Еще одним заместителем Николая Козловского стал Виктор Волынцев. На непостоянной основе заместителями главы города стали Николай Андросович, Сергей Огарев и Андрей Корнев. В Великих Луках состоялось одно из самых важных событий весны. Для педагогов города, гостей из других городов России и стран ближнего зарубежья. Четвертый международный педагогический марафон. Более 30 ученых провели семинары, мастер-классы и лекции для участников марафона. Директор Санкт-Петербургского учебно-просветительного центра Андрей Полозов рассказал Лукиру об организации данного мероприятия. Проблем на самом деле никаких, потому что я достаточно давно работаю в сфере образования Санкт-Петербурга и знаю, так скажем, контингент образовательный. Потом поступил очень четкий заказ по направлениям, которым можно было искать поиск специалистов. Мне оставалось только выйти на высшее образовательное учреждение и учреждение постпедагогического образования Санкт-Петербурга и договориться с конкретными людьми, которые наиболее яркие на педагогическом пространстве Санкт-Петербурга. Слава Богу, таких людей оказалось немало, которые сели и поехали, и приехали с удовольствием поделиться опытом. Главным результатом будут те отзывы учителей и других организаторов, и педагогов, и коллег о том, как это мероприятие прошло. И насколько вот этот образовательный марафон позволит расширить наше педагогическое братство и пространство, и взаимопонимание. Председатель комитета по вопросам ГО и ЧС Николай Шмоткин на прошедшем общегородском совещании основными задачами в марте назвал предупреждение чрезвычайных ситуаций в период паводка, ледохода и талых вод. Об этом подробнее Николай Константинович рассказал Луком.ру. По мнению специалистов, река Ловоть вскроется в период с 1 по 15 апреля. Прогноз на данный момент, будем говорить, благоприятный. Почему? Потому что уровень воды в реке Ловоть и в низовой составляет 132 см, критически 450 см. То есть вода может подать в низовый и так далее, и так далее. Значит, нами установлена связь с двумя гидропостами. Один работает в низовый реке Ловый, другой работает в Верховый, поселке Усвятый. Там тоже уровень воды, значит, на уровне 130 см, критически 380 см. То есть говорить о каком-либо подтоплении на данный момент не приходится. Запас снега, значит, в текущем году практически, ну, почти в два раза меньше, чем в прошлом году. На случай, если потребуется нам принять какие-то другие меры, связанные, допустим, с подрывом льда и так далее, механизм по данному вопросу отработан через Главное управление МЧС Псковской области с представителями воинской части, которые по нашей заявке приедут эти работы и выполнят. В Великих Луках состоялось открытие филиала автосалона ООО «Псков-Лада». Станция технического обслуживания была запущена в городе с 1991 года. С открытием данного салона был образован отдел продаж. О пользе открытия филиала для города рассказал начальник отдела промышленности, транспорта и малого предпринимательства Виктор Фролов. Великолучанам для того, чтобы купить хорошую, качественную отечественную машину, не нужно будет ехать куда-то, нести свои деньги. Во-первых, финансы будут в городе оставаться. Во-вторых, это такой пример для других. То есть за одним салоном могут последовать другие. Этот салон работает, насколько мы знаем, успешно, будет дальше развиваться. Это говорит о том, что Великие Луки – город самодостаточный, город развивающийся, что уровень жизни горожан растет. Это как бы некая промежуточная оценка деятельности, в том числе и нас как администрации. Мы будем с ними, конечно, сотрудничать, как и со всеми другими бизнесменами, со всеми, кто вкладывает деньги именно в развитие города Великие Луки. Начальник ГИБДД Роман Иванов рассказал о том, как можно зарегистрировать приобретенный автомобиль. Регистрация транспортных средств будет производиться в приемные дни. Это со вторника по субботу с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Вопросов с регистрацией в настоящий момент нет. Нет очередей, также нет. Рады счастливых обладателей автомашин видеть в наших стенах. Шесть команд приняло участие в фестивале КВН, который прошел 15 марта в Великих Луках. Свои шутки представили великолучанам команда из Пскова и две команды из Полоцка. Великие Луки были представлены командами «Вечный двигатель» из гимназии и «Утомленные спортом» из Академии физической культуры. Гвоздем встречи стали представители высшей лиги КВН «Ананас» из Вязьмы. По итогам фестиваля Гран-при получила полоска команда «Полубокс». После игры своими эмоциями с Луки Ру поделились представители команды «Ананас». Честно, впечатление от игры только... Давай не честно. Давай не честно. Нет, на самом деле впечатление очень положительное от игры. Но город мы не увидели, но сейчас мы обязательно попросим нашего водителя, чтобы он нас провез. И посмотрел, нам дали книжку, и мы все с книжечкой сверим. Но мы надеемся получить самый благоприятный крест вашего города. Хотим приехать сюда летом, чтобы спокойно можно было погулять, посмотреть и ехать по правильной дороге, чтобы у нас было побольше времени посмотреть и насладиться вашим замечательным городом. Ты врешь, Антон. Ну ладно, если будем проезжать мимо, мы обязательно... Да не будем, приедем, ладно. Нет, правда, очень хотим приехать еще. Чем бы вы ни занимались, верьте в свою мечту и прикладывайте к этому максимуму усилий. Перешагивайте через трудности, у вас все получится. Великие Луки, мы любим вас. Обязательно к вам приедем. Спасибо. Первое место заняла команда Великих Лук в лично командном первенстве Псковской области по лыжным гонкам среди 16 городов и районов. Великолучанам уступили псковичи, занявшие второе место, и команда Печор, ставшая бронзовым призером. О том, как ковалась победа, Лукиру поговорили с нашими лыжницами Анастасией Федоровой, занявшей первое место, и Антониной Кунинской, завоевавшей бронзу. Ну, я могу сказать, что мне очень понравилось на этих соревнованиях, это совершенно другой уровень, ну, не то, что на нашей области. Там, как бы, выступают и ребята уже такие, мастера, и которые выждут в порте давно, и имеют уже намного такие большие результаты, и вот это было очень приятно посмотреть на эту всю обстановку. Сложностей было мало, конечно, но была плохая погода. То есть, первый день наших соревнований была плюсовая погода, и трасса была очень такая вязкая, тяжелая, а второй день был мороз, и, соответственно, трасса стала ледяная, спуски были очень тяжелые преодолевать. Профессор кафедры теории и методики лыжного спорта Николай Багин рассказал подробнее о лыжном спорте в Великих Луках. Ну, в целом, если говорить о нашем городе, о наших лыжных трассах, о наших спортсменах, то можно сказать так, что опыт, который я лично имею здесь, обучаясь с 70-го года и выступая на лыжах по сегодняшний день по ветеранам, можно отметить, что улучшение немножко намечается. Но, к сожалению, у нас нет нормальных лыжных трасс, сделанных силами студентов трассы, они не отвечают полностью требованиям, которые предъявляются правилами соревнований. У нас нет лыжеволенной трассы. Летом мы готовимся на набережной напротив военкомата. Если вы у нас видели на роллерах, знайте, это наше место подготовки. Естественно, оно по уровню пересеченности не позволяет ребятам готовиться функционально. Ну, Академия в целом делает очень много для лыжников. В этом году приобрели инвентарь, девчонкам всем, последний хороший, то есть современный инвентарь, на котором стартуют все национальные сборные команды, не только России, но и мира. В учебном процессе, в учебном плане для спортсменов у нас делается очень много. Они учатся на лидерном графике, что позволяет им тренироваться круглогодично и выступать во всех стартах. 13 марта состоялась финальная игра чемпионата Великих Луг по баскетболу. В ходе напряженного противостояния победу одержала команда Академии физкультуры Волгавк. Их противник, команда «Экспресс», уступила со счетом 68-77. Лидер команды Волгавк Александр Облицов поделился своими впечатлениями от игры. Мы рады, что у нас появилась новая команда. Это команда «Экспресс». Она играет первый год. Это команда от детской юношей спортивной школы «Экспресс» номер 2. Так называемые тренера, которые тренируют детей в баскетбол, играют против своих, грубо говоря, воспитанников. Поэтому отсюда, наверное, небольшое напряжение. Добавлю, что третье место в чемпионате заняла команда «Спартак». На этом все. С вами была Юлия Кудрявцева. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!